Здравствуйте, дамы и господа! Рад приветствовать вас на сегодняшней встрече компании SkyWorld Community. И, конечно же, речь пойдет сегодня о проектах будущего, а точнее о транспортной инфраструктуре, которую уже практически завершили люди, ее развитие, финансирование и реализацию, потому что уже этот транспорт начал строиться даже при том, что мы еще на 14 из 15 этапов развития. И представляете, люди объединились вместе и без крупных государств, банков или корпораций, а просто объединились те, у кого есть идеи и время, те, у кого есть средства и те, у кого есть просто время, нет идеи и средств на развитие. Объединяются вместе и экологическим способом создают огромные компании, продукты и услуги по всему миру. Тысячи подобных компаний, но я выбрал лучшую и представлю вам сегодня всю информацию о ней. 14 этап. В данный момент, через 5 часов, через 6, наверное, 7, мы переходим на следующий подэтап, 14.3. То есть мы сейчас находимся на финальных стадиях развития данной технологии. И, конечно же, это не получилось бы без нашего генерального конструктора Анатолия Эдуардовича, которого вы видите по центру с сертификатом в руках. И здесь я выставил именно этот слайд, поскольку я не смогу вам за один час рассказать все, что я знаю, поэтому, а только ввести вас в курс дела, вам по-любому захочется изучить что-то еще. Поэтому, пожалуйста, посмотрите одно из следующих видео. Можете сделать скриншоты, либо фотографии и на ютубе по этому названию найти то самое видео и узнать, о чем оно. Ведь в интервью с Анатолием Юницким о 2021 году уже рассказывают про наших первых четыре адресных проекта, которые уже начались. То есть те сертификаты, которые уже готовы, по ним уже готовы строить именно нашу технологию, потому что конкурентов и по характеристикам, и вообще у нее нету. Это лучшая транспортная инфраструктура. Поэтому you're welcome к изучению. Конечно же, транспорт будущего и выступление его с премией мира, как Анатолий Эдуардович получил премию мира в Братиславе в 2018 году, здесь он четко описывает, как его технологии помогут нам жить, так скажем, на нашей земле, как в раю. Конечно, это техногенная цивилизационная развилка. Анатолий Эдуардович делает собственные исследования и делает для народа образовательные фильмы, показывая, в каком состоянии сейчас находится наша планета, наша экология, что мы можем с ней сделать и по каким векторам пойти. Дальше по техногенному, который разрушает нас достаточно сильно, либо все-таки пойти по вектору экологических технологий и выровнять, сделать проживание на планете безопасным. Конечно же, это цивилизационная перезагрузка по версии Юницкого, где он рассказывает еще больше о, так скажем, самообеспечении будущих эко-домов и жилых кластеров эко-городов и линейных городов, эко-поселений, где могут проживать от тысячи до десяти тысяч человек на небольшой достаточно площади в полном комфорте с огромным распределением всех необходимостей. И самое главное, что этот город не будет зависеть от всего остального мира, потому что у него будет собственное электричество, собственная вода, собственное тепло, собственное питание. Все это есть внутри, все это можно сделать с технологиями Анатолия Эдуардовича Юницкого. Зайдите на сайт юницкой.инженер и вы увидите очень много нового. Конечно же, познакомьтесь с формулой будущего, как струнный транспорт может изменить мир. Это представление с Арабских Эмиратов, с выставки ГИТЭКС, где Анатолий Юницкий действительно стрес публику и произвел очень серьезное влияние на понимание, как работает наш мир, какие, так скажем, физические эквиваленты и какое у нас перемещение, и что произойдет, если его изменить, и как это сделать. Долгие годы ученый стремился, чтобы дать людям, народу наилучшие технологии для проживания на этой планете. Именно планета для жизни, потому что она живая, и в нашей биосфере должны быть тоже только экологические технологии. Ну и конечно же рекорды UST, это наша компания транспортная, инжиниринговая, Unisky Stream Technology, и как она развивается сейчас в Объединенных Арабских Эмиратах. Вот эта маленькая затравочка, я уверен, вам что-то из этого точно попадется, и вы будете очень удивлены и обрадованы тем, что вы увидите и услышите. А пока давайте познакомимся и приступим к нашей встрече. Меня зовут Артем Курбанов, я спикер, партнер и инвестор компании SkyWorld Community. Множество лет назад я начал интересоваться альтернативными видами дохода, как люди делают полезные вещи, как изменяют мир в лучшую сторону, и как это делать на планетарном масштабе, то есть на расстоянии всего земного шара. И оказалось, что это очень-очень-очень просто, потому что люди объединились, объединились с помощью интернета, с помощью своих гаджетов, и теперь в едином пространстве, как мы сейчас, каждый находясь в своей стране, в своем городе, у себя дома или в офисе, устроившись так, как ему удобно, он может находиться в одном пространстве, только интернет пространстве, с другими людьми, обмениваться информациями, задавать вопросы, получать ответы, то есть потрясающие возможности, и начал изучать, начав изучать все эти проекты, узнал, что их на самом деле тысячи, но выбрал самые актуальные, самые полезные, самые важные на данный момент. Поэтому, дамы и господа, присаживайтесь поудобнее, устраивайтесь, берите чай, кофе, вкусную водичку и поедем в наше путешествие по миру будущего. Ну и, конечно же, чтобы экономить время и правильно все уложилось в наших головах, посмотрите, пожалуйста, это основные побуждающие факторы. Абсолютно любой из этих факторов вы можете улучшить, и несколько из них, и все из них, вы можете улучшить и, так скажем, развить с помощью компаний SkyWorld Community, потому что это одна из тех компаний, которые сейчас, в такое непростое время, действительно дает возможность заниматься созидательной деятельностью, создавать, делать лучшее, и при этом получать вознаграждение за свой труд без ограничений. Мир 21 века, нас 8 миллиардов человек, и мы самая движущая сила на этой планете. От нас действительно зависит, куда меняется наша планета, то есть терраформирование даже происходит. Мы меняем, меняем, можно сказать, в основе то, что происходит на поверхности земля, потому что человек действительно супер влиятельный. Но не стоит забывать, что человеческий вид, это всего лишь, человеческая семья, это всего лишь один из 12 миллионов известных видов живых существ. Представляете? То есть мы просто самые влиятельные, значит, на нас самая большая ответственность за то, что происходит с миром, потому что мы действительно его меняем. И, конечно же, наш мир развивается не, так скажем, не только мы развиваемся в нашем мире, но и наши технологии. Наши технологии — это наше детище. Мы его когда-то придумали, и мы уже вряд ли откажемся от этого, от этого дела. Потому что, так скажем, как в Аватаре уже мало шансов, что мы когда-то будем настолько чувствовать природу в ближайшее время. И потому что пока мы действительно привязаны к технологиям, и мы продолжим их использовать, только мы можем выбирать, какие технологии оставлять рядом с собой, там, где происходит жизнь, где флора, фауна и человек. Конечно же, технологическое развитие на это изначально не сильно смотрело, была необходимость пользы. То есть, например, появление там железной дороги, парового двигателя, либо электричества, нефтехимии — это прогресс. Но сейчас мы уже в достаточно развитом состоянии, чтобы выбирать так. Это нам надо, это не надо. Это нам полезно? Нет, это нам вредно. Это было полезное, но теперь оно больше вредное, чем полезное. Есть изменения, потому что у нас все-таки 8 миллиардов человек. И сейчас мы живем в мире пятого технологического уклада — интернет, виртуальная реальность и гаджеты. То есть, все супербыстро, все, что связано с информацией. Мы передаем деньги за секунды в любую страну, разговариваем с другим, с другой страной, с другим континентом, можем по видеосвязи разговаривать с противоположной стороной земного шара. То есть, возможности наши действительно по передаче гигабайтами за секунды. Но физический эквивалент, физическое перемещение, оно по-прежнему настолько маленькое, настолько медленное и неэффективное, еще и опасное. Потому что физически мы из точки А в точку Б действительно перемещать пассажиров и грузов — это все физический эквивалент, и он особо сильно никуда не развивался. То есть, именно технологически больших изменений не было. Не стало более сильно, более безопасно, не стало более экономично, не стало намного быстрее. То есть, есть какие-то изменения, но не кардинальные. И это сейчас один из главных вопросов, по мнению Анатолия Эдуардовича, который необходимо решить. Самый актуальный вопрос, который даст огромный толчок для изменения положения в нашем мире. И посмотрите, эти компании — это компании 5-го технологического уклада. Они развились, потому что они были нужны людям. Когда люди начали это понимать, разобрались, они начали все больше и больше поддерживать данные компании. Компании росли, поэтому у них такая капитализация. Вот компания Apple, то, что стоило в компании Apple в 8 долларов, компания разрослась, и то же самое сейчас стоит 550 тысяч. Или то, что стоило 100 долларов в Alibaba в самом начале за 18 лет, этот же кусочек компании превратился в миллион 782 тысячи. То есть, такая капитализация возможна, она реальна, она исторически. Главное, чтобы это было необходимо людям. И плюс каждый год, пока люди владеют данными компаниями и не продают свои доли этой компании, то есть не используют капитализацию, а ждут роста дальше. Каждый год они получают дивиденды. Получается, что эти компании стали сейчас, можно сказать, ключевыми в нашем мире и очень-очень сильными, мощными, богатыми и с большим влиянием на этот мир. Но представляете, то сегодня, о чем мы будем говорить, гораздо серьезней, крупнее, прибыльней и полезней, чем все существующие компании, которые вы видели на предыдущем слайде. Это новая транспортная инфраструктура. И это не просто концепт, перед вами фотографии, перед вами практически завершенный проект за чуть более чем 6 лет. Это будущее, при том, что уже более 10 тысяч человек прокатилось на этом транспорте и попробовали. И в Беларуси, и в Объединенных Арабских Эмиратах, где мы в разных климатах сертифицируем, демонстрируем и испытываем нашу транспортную технологию. С одной стороны, вы сможете сказать, а как меня касается транспорт вообще. Дамы и господа, если несколько сотен лет назад мы реально особо сильно не могли как-то повлиять на развитие мира и его изменения, то сейчас, в 21 веке, с учетом интернета, с учетом такой вот возможности, как мы сейчас сидим. Когда развивался Google, Apple и прочие, не было возможности находиться в одном месте, так скажем, в одном пространстве и передавать информацию, задавать вопросы и узнать о том, что есть такое суперское развитие и можно, так скажем, еще в самом начале поддержать его, помочь миру и при этом стать владельцем одной из самых крупных проектов и компаний в мире. Только дамы и господа, хотел бы заметить, эта инфраструктура гораздо больше, важнее и дорогостоящая, чем все предыдущие, которые вы видели, вместе взятые. Потому что это транспортная отрасль, физический мир, физическое перемещение. Это стоит невероятно дорого и приносит невероятно большую пользу. Одно, конечно же, связано с другим. Поэтому перед вами уже практически завершенный проект, в который еще можно, так скажем, его поддержать, направить свое время и уже очень скоро мы завершим 15 этап. И, так скажем, компания выйдет на самофинансирование, то есть ей не нужно будет больше никакого дополнения. У нее есть уже на этот момент все необходимое для производства и реализации заказов, которые тоже у нас есть. То есть осталось самый-самый край, и это как раз тяжелые грузовые транспорты, сертификация и скоростной транспорт, который вы сегодня увидите, до 600 километров в час. Полностью экологично и безопасно. Вот перед вами наверху слева ЮниЛед, который будет передвигаться до 600 километров в час, и это четвертое поколение транспорта. Сейчас уже мы готовим пятое поколение транспорта с Анатолием Эдуардовичем Юницким. На минимум четырех видах транспорта я из них катался, во всех, так скажем, был внутри, смотрел на эту красоту, понимая, что за очень короткое время Анатолий Эдуардович сделал невероятное количество реализаций своих изоблетений, своих технологий, испытал их, продемонстрировал, и это действительно восторг. Потому что будущее. Кто бы мне сказал 10 лет назад, что будет новый транспорт, и что вообще можно сделать новый транспорт. Кажется, так, ну мы плаваем, мы летаем, железная дорога, автотранспорт, ну и там какие-то мелочи, велосипеды, мотоциклы, там моноколеса и какие-то доски. Но в общем, в целом, сильно ничего не придумаешь. Ну так что в планетарном масштабе. Как я ошибался бы, если бы так сказал, потому что это будущее нашей планеты. Потому что этот проект и эта технология принесут самое большое влияние положительное самым быстрым способом здесь и сейчас на нашей планете. И спасибо большое, более 500 тысяч людей объединились вместе из 220 стран и регионов мира, потому что увидели в этом общие ценности. Представляете, разные языки, разные менталитеты, разные традиции, разные регионы, значит и разные проблемы. Но люди объединены в общем, что технологии должны быть автоматические, закрывающие, которые освобождают человека. Без человеческого фактора, чтобы опять же еще больше повысить безопасность. Технологии, роботы, искусственный интеллект должны работать на нас. И, конечно же, приносить прибыль. Плюс это должно быть легко интегрируемое, разумная затрата ресурсов, планеты, ресурсов людей, времени на построение и так далее. И плюс полная экология. Все эти качества Анатолий Эдуардович выделил в том, какой должен быть новый вид транспорта. Убрал все знания о транспорте и оставил все знания о науке, которые собрал за всю жизнь. И таким образом он создал лучший вид транспорта. И он сейчас перед вами. Давайте сравним, почему он лучший. Ведь, смотрите, мы давно, тысячи лет плаваем на разных видах кораблей, но это уже не является эффективным транспортом. Да, он нам сильно помогает, потому что особенно множество товаров мы можем перевозить из континента в континент, но они идут недели, месяцы. Это очень долго, очень затратно и достаточно дорого. Плюс не экологически чисто. И средняя скорость очень-очень низкая, то есть не подходит под человека 21 века. Если мы рассмотрим аэропорты и самолеты, то есть умножьте это количество точек на 30, это будут самолеты. Количество самолетов, которые множество, сотни тысяч тонн необходимо поднять в воздух. Железо. То есть, представляете, какая это энергия. А следовательно, как много топлива необходимо сжечь. Сколько использовать ресурсов нашей планеты необходимо для того, чтобы эту индустрию поддерживать. Тем не менее, она по-прежнему очень дорогостоящая. Вот. И она несет потрясающий, негативный вклад в нашу экологию. Потому что сжигание всего этого топлива, насколько портится воздух, который необходим для всего живого на нашей планете. И количество затраты времени на подобное путешествие, когда вам нужно добраться до аэропорта, сдать свои багаж, подождать, добраться до гейта, дождаться, добраться до посадок, потом посадка в самолет, потом пока там все сделают, вы только взлетите. И так далее, и так далее, и так далее. В итоге получается очень много времени. Но представьте, если у нас есть даже перемещение со скоростью 600 км в час, мы можем делать это практически за то же самое время. Многие поездки, я понимаю, что чуть дольше будет передвижение с ровно на противоположную сторону на шар. Но полностью экологично, полностью безопасно, и вы в полной свободе. Вы занимаетесь тем, чем вам надо. Но уже представлено еще более 20 лет назад Анатолием Эдуардовичем. Перемещение в фарвакууме. Перемещение до полторы тысячи километров в час. Поэтому все будет уже очень скоро. Для начала нам необходимо завершить этот первый проект, который уже успешно подходит к самому завершению. Конечно, еще один вид транспорта, который около 150 лет помогал развиваться и действительно внес огромный вклад развития. Но сейчас средняя скорость с учетом погрузки и разгрузки всего лишь 15 километров в час. И это по прежнему первый уровень, где находится все живое. Флора, фауна и человек. То есть первый уровень, который сам живой, и находиться на нем должно живое. А тут у нас достаточно вредоносная, опасная технология. Например, железная дорога. Но это еще что? Ничто так не опасно оказывается, дамы и господа, как автотранспорт. Вроде бы самый мобильный и самый удобный, но он является самой большой трагедией человечества сейчас. Ведь мир перегружен автомобилями. Первый уровень перегружен этой опасностью и этим загрязнением. Как бы он ни был когда-то полезен, сейчас мультимиллионники, например, в Лос-Анджелес, 20 миллионов машин, 20 миллионов человек. По машине на человека. В среднем, вы понимаете, у кого-то 12 машин. Но, тем не менее, если ты выехал и повернул где-то не там, то это могла быть роковая ошибка. До 380 часов могут проводить в пробках жители Калифорнии. 380 часов в год. Это же невероятно вообще. Какая трата времени, энергии, сил. И плюс, это все опасное пространство первого уровня, где должно быть безопасно. Где мы с нашими домашними животными, с нашими друзьями, с нашими детьми можем гулять и не бояться то, что их собьет какой-то автомобиль. Потому что мы просто находимся на одной и той же плоскости. Транспорт и проживание живого необходимо разделить на разные уровни. Поэтому мы предлагаем транспорт второго уровня. Струнный транспорт. Экологический, безопасный, легко интегрируемый, экономичный и, так скажем, суперчистый, подходящий для потребностей человека 21 века. И главная потрясающая новость, дамы и господа. Мы можем это сделать. Потому что сейчас, в 21 веке, с помощью народного финансирования, с помощью интернета, объединения, люди действительно начали менять векторы развития всей цивилизации. Куда идет прогресс? Что необходимо развить? Какие технологии? Сейчас так много люди развивают классных продуктов, технологий, которые конкретно необходимы. И они создают это самостоятельно. Без крупных банков, без корпораций, без чьей-то помощи в государстве. А просто сами люди. У кого-то есть идея и время, но нету средств. У кого-то есть средства, но нет идеи и времени. А у кого-то нету средств и идей, но есть время. Эти три стороны объединяются и реализуют сразу же международные проекты. Таких тысячи стоит только поизучать на любые сферы жизни. Но я нашел все сферы жизни в комплексе в технологиях эко-мира Анатолия Эдуардовича Юницкого. unitsky.engineer. Это сайт нашего генерального конструктора, где вы сможете ознакомиться с его работами, начиная с 66 года. Именно мы, народ, сейчас одни из тех, кто может изменить происходящее на нашей планете. И сделать мы это можем с помощью нового типа технологий. Экологических технологий, закрывающих технологий. Посмотрите, насколько классно это выглядит, когда транспорт идет на втором уровне и как бы вписывается в реальность. Но еще лучше это ощущается, когда ты проходишь рядом с ним, а он находится где-то сверху или над тобой. Именно с помощью такого транспорта люди смогут освободить свое время, убрать часть забот и огромную часть опасностей. Тем, что мы переведем на подобный вид транспорта людей и мы сможем разгрузить первый уровень от транспорта, мы за сто лет спасем больше людей, чем потеряли за все войны и катастрофы мира в истории. Представляете какое количество? Потому что за один год только полтора миллиона теряют жизнь на дорогах именно авто или же д катастрофах. И еще около 10 миллионов становятся инвалидами каждый год. То есть это проблема, которая действительно сейчас звонит в огромный, очень пугающий колокол и этот процесс нужно менять. И все технологии Анатолия Эдуардовича, их философия, которая прослеживается в каждом из изобретений и его решений, она действительно для мира нового. Для того, чтобы создавать рай на земле. То есть не противится и не использовать нашу природу, а работать с ней сообща. Делать те здания, те решения, те технологии, которые только будут развивать нашу биосферу, частью которой мы являемся. Мы же тоже часть биосферы и мы тоже будем развиваться. Философия содружества со всем живым, чтобы мы могли пользоваться все-таки своим детищем техногенной сферы, но на земле оставить только полезные технологии без вреда. То есть все вредоносные техногенные направления нужно будет вынести в ближний космос. И сейчас буквально недавно проходила 5 международная конференция по безракетному освоению космоса. Проблемы, идеи и решения. И это все движется. Это последний проект Юницкого из всего ЭКО-мира. И мы видим, что ученые с разных стран нашей планеты объединяются вместе для того, чтобы уже двигать следующие будущие проекты, которые способны изучить чуть побольше. Но на это действительно нужно время. Начните хотя бы с малого. Посмотрите видео Анатолия Эдуардовича на ютубе, и вы уже поймете. Например, про цивилизационную развилку по версии Юницкого. То есть, какие у нас есть вообще возможности. И вы поймете, что их действительно стоит использовать, потому что он уже все изобрел, прописал. Нужно только реализовывать. А нас, хочу заметить, в SkyWorld Community, в сообществе, которое финансирует и развивает, можно сказать, которое и сделало эту технологию, помогла, так скажем, сделала плацдарм для того, чтобы ее можно было построить, продемонстрировать, испытать и просертифицировать. Нас уже более полумиллиона человек. И мы продолжаем, это сообщество продолжает расти. Поэтому стоит только поинтересоваться, дамы и господа, и вы узнаете, что будущее творится здесь и сейчас. Причем притворяется оно в жизнь вот этими руками и еще целым миллионом рук и полумиллионом прекрасных светлых голов, которые смотрят чуть-чуть дальше и ощущают в себе, как и Анатолий Эдуардович, ответственность за жизнь на нашей планете, ответственность за то, какая наша планета будет. Есть очень интересная фраза, давайте оставим этот мир после себя таким, чтобы в нем хотелось родиться другому существу и тебе же. То есть на наш мир сейчас обрушивается много разных проблем, но их все можно решить вместе, если объединяться, если поддерживать друг друга и следовать самым положительным качеством. Относиться как к себе, желать добра и здоровья. Это все возможно. Это все возможно в нашем мире, притом это абсолютно естественно. С учетом инновационных экологических технологий этот процесс просто станет легче, потому что люди от дефицита серьезно страдают, когда им не хватает, не хватает чего-либо. Но Анатолий Эдуардович и все его технологии преследуют полное изобилие. То есть с его технологиями мы будем оснащены теплом, информацией, транспортной инфраструктурой, энергией, питанием и полной экологией. То есть с помощью технологии Анатолия Эдуардовича мы сможем сделать этот мир действительно достойного качества жизни. И это не просто голословно, ведь огромный опыт стоит за плечами этого гениального ученого. Всю жизнь он уделил науке и создавал и создает самые оптимальные, самые эффективные и безопасные технологии. И одна из вещей, точнее один из пунктов, который стоит пометить, это технологии автоматизированные. То есть те технологии, которые мы можем запустить с помощью наших искусственных интеллектов, алгоритмов, компьютеров, роботов. И он будет выполнять этот робот, либо этот искусственный интеллект, ту задачу, которую мы ему домерим. И он будет делать это хорошо, без ошибок справляться, при этом человек будет свободен. Он будет свободен, будет иметь время на то, чтобы реализовывать себя, творить, помогать другим людям, то есть в общем целом приводить нашу планету действительно в состояние рая. Когда всем нам все хватает, когда она спокойна, она цветет и главное, что все живы, сыты и здоровы. Это возможности, которые нам подарил этот гениальный ученый. Ведь за свою жизнь он сделал очень много. Более 150 изобретений, 20 монографий, несколько грантов ООН. То есть человек всю жизнь отдал науке и пониманию, как жить с нашей природой в благости, как жить с ней и дружить с ней, так скажем, чтобы она нам помогала, а не наоборот, чтобы мы где-то ее, как говорит один мой друг, дербанили планету с разных сторон, где-то воду, где-то небо, где-то газ, где-то еще что-то раскапываю. Говорит, мне бы, если бы я был с Землей, мне бы тоже не понравилось, если бы на мне вот так вот работали и вели себя настолько неразумно. Анатолий Эдуардович понимает, как развивается наша планета, наша цивилизация, наша технология. И дал векторы развития серии технологий Экумир, за которые, как я говорил, уже получил премию мира. Он дал возможность людям абсолютно другого видения, как можно практически здесь и сейчас, то есть в ближайшие десятилетия, поменять ход истории, поменять технологии, которыми мы пользуемся. И просто образ жизни на нашей планете для миллиардов людей. Это Анатолий Эдуардович Юницкий. Действительно Леонардо Давидович нашего времени. Потому что многим непонятно, причем серьезным деятелям, владельцам крупных корпораций или государственным деятелям, как за такое короткое время можно было создать такие возможности для всего мира. Потому что мы вместе организовали, можно сказать, почти завершили новый вид транспорта, его сертификация. Мы его отстроили, мы его испытали, мы его продемонстрировали. В Белоруссии около 50 делегаций было за последнее время, точнее за все время. В Арабских Эмиратах только за последнее время было около 100 делегаций разных, связанные с Экспо 2020. Приезжали и короли, и министры, и представители разных стран и республик, государств для того, чтобы поинтересоваться еще даже не завершенным, но супер эффективным, с потрясающим будущим транспортом. И мы собрали это, мы продемонстрировали, в большей части просертифицировали, построили несколько заводов и приобрели несколько заводов, то есть сделали собственное производство, с передовыми возможностями. То есть мы можем делать, можно сказать, продукцию чуть ли не космическую, хотя выглядит со стороны, что это простой электромобиль, такой небольшой, несложный, но на самом деле у него аэродинамика лучше, чем у самолета, например, у юнилета. То есть это все не просто, это десятилетие расчетов, улучшений, продувок в аэротрубе для того, чтобы понять лучшую аэродинамику, чтобы снизить максимальное сопротивление, например, или как сделать максимальный эффект передачи крутящего момента на движение. То есть каким колесом, по какой платформе необходимо ехать, чтобы было самое эффективное. То есть Анатолий Эдуардович изъял из науки все необходимые знания, чтобы сделать наилучший вид транспорта. И у него это получилось. У него получилось настолько, мы это видим по сертификатам. Вот сейчас мы еще очередные сертификаты получили в Объединенных Арабских Эмиратах. Их уже очень много, и мы видим, что технология успешно подходит к своему завершению. Особенно, когда были в Объединенных Арабских Эмиратах и видели, как много делегаций приезжают, интересуются. И это очень большой факт, то, что мы еще не закончили пятнадцатый этап, а за нами уже следят за успехами, за развитием технологий и первые адресные проекты по уже существующим сертификатам. Уже строятся, дамы и господа. А это значит, что наша компания практически реализовалась и приносит, уже начала приносить огромную пользу этому миру. Если говорить только про транспортную технологию. А сам проект уже более шести лет приносит пользу, можно сказать, жителям этого мира. Потому что каждый человек может участвовать в подобном международном движении. И конечно же это пассажирский транспорт. Пассажирский транспорт в разных видах. Двенадцать моделей разного, так скажем, разного подвижного состава. Подвесной, навесной, монорельсовый, бирельсовый. То есть, бирельсовый он чуть пошире, у него по двум рельсам идем, монорельсовый по одной. Все зависит от необходимости от пассажиропотока, который нужен от веса перевозки, так скажем, и от трассы. Потому что Юницкий сделал максимально гибкую технологию и в очень-очень обширном, так скажем, спектре. Как для грузоперевозок, так и для пассажироперевозок. Чтобы мы подходили действительно для любого участка нашей земли. Например, Юнивинт, легкий прогулочный транспорт. Такая трасса может быть в исполнении колтюбинговой трубы специальные композитные материалы и минимум ресурсов. А расстояние между опорами может быть до двух тысяч метров. То есть, любое пространство. Дома, какие-то здания, овраги, озера, реки, поля, все что угодно может быть. И нам не надо это менять, для того чтобы там была транспортная ветвь. Нам нужно лишь просто сверху поставить дорогу, так скажем, натянуть струны над, между анкерными опорами. И у нас получается, предварительно сделать натяжение, и у нас получается ровная, прямая, крепкая, безопасная дорога. Которую практически не нужно никак не чистить, не эксплуатировать. Она просто идеально долго будет стоять и самоочищаться. И от снега, и от дождя. То есть, ей ничего не помеха. И плюс, она освобождает первую, первый уровень, всю поверхность планеты Земля. Поэтому данный транспорт придет на помощь существующим видам транспорта и очень сильно разгрузит. Ну и прогулочный транспорт юнибайк, например, на два, на три человека. Юнибус, там, восемь человек. Они могут быть разной комплектации, в зависимости от заказа, что необходимо, так скажем, в городе, либо в стране нашего заказчика. Могут быть составные, там, трехсекционные, например, юникары или юнибусы. Может хоть восемь быть составляющих. Либо вот в тропическом исполнении, в VIP исполнении транспорт, на нем такой кайф кататься, потому что у меня получилось проехаться на нем два раза, когда мы возили делегации наших партнеров в Объединенные Арабские Эмираты. Самые сильные партнеры со всех континентов мира приехали для того, чтобы, так скажем, встретиться вместе, познакомиться и увидеть, прочувствовать на себе, прямо здесь и сейчас, на какой стадии развития находится наша технология. Ну и, конечно же, юни-лет. То есть, все, что вы видели до этого, это перемещение до 150 км в час внутри города, что является огромной скоростью. Во многих городах столько даже не будет нужно, потому что где-то нужны более короткие станции и не нужен такой разгон. Но мы точно знаем, что подобные берельсовые фермы, они могут быть транспортом подвесной снизу, навесной сверху. Они могут быть составные, например, навесной. Потому что они более крепкие фермы, у них промежуточные опоры стоят ближе, анкерные опоры стоят ближе друг к другу, значит, они выдерживают больший вес, и там могут идти большие прям поезда, например, с огромным количеством пассажиров, либо многосоставные грузовые поезда. То есть, можно решать вопросы и таким способом, но по факту каждый наш транспорт точно доберется до места, куда ему необходимо, потому что это полуандроиды, это, скажем, наши исполнители-роботы волшебные, которые будут делать всю задачу по перемещению. То есть, закрывающая автоматизированная технология, которая освободит человека для творчества. И, представляете, уже сейчас мы будем презентовать и сертифицировать скорость до 600 км в час между городами. Ваши возможности, возможности каждого человека изменятся до неузнаваемости. За один день мы сможем побывать в нескольких странах, потратив совсем немного времени, и очень серьезно изменить свою жизнь, либо передать свои какие-то знания, либо сделать что-то в другом регионе. То есть, повлиять на жизнь в другом месте. Огромное влияние принесет этот мир абсолютно на всех людей. Особенно, дамы и господа, хочу заметить, все традиционные виды транспорта стоят дороже. Строятся дольше, используют больше ресурсов, тратят больше времени, гораздо опаснее и менее эффективные, менее экологичные, менее безопасные. Представляете? То есть, Юницкий собрал наилучший вариант перемещения грузов и пассажиров. Но если пассажирская часть, это как раз, так скажем, про нас, но вся транспортная отрасль, это один, наверное, самый крупный бизнес в мире. Один из самых крупных. Ну, я не беру что-то неестественное, типа войны или прочих каких-то вещей. То есть, транспортная инфраструктура, физический эквивалент перемещения нашего в пространстве, это является самым дорогостоящим делом. И если пассажироперевозки, это еще не настолько дорого, то грузоперевозки, это является одним из самых прибыльных бизнесов всегда. И тут все виды перемещения, как разработка карьеров, то есть, туда, куда не могут добраться ни машины, ни какие-то железные дороги, а необходимо, например, получать руду, вывозить, либо еще что-то, есть юнитрак. То есть, специальные ленты, специальные, можно сказать, как транспорт, но конвейерного типа. Есть, как вы видите снизу, юнитраки, разные набережные для сыпучих, так скажем, грузов, для штучных грузов, для жидких грузов. Все это можно переводить, и это делает сам транспорт. То есть, это может быть опасный какой-то груз. Ну, вот такой, например. И, конечно же, наши юниконты. Это изобретение. Юниконты могут быть и подвесны, и навесны. Они уже проходят сертификацию и испытания в Объединенных Арабских Эмиратах. И этот вид транспорта позволит нашему, струнному транспорту второго уровня, перенять на себя, сначала прийти на помощь, а потом перенять на себя один из самых крупных и прибыльных бизнесов в мире. Грузоперевозки. Сделать их намного эффективнее, намного быстрее. Сделать их дешевле для нас же. Потому что в итоге, конечный потребитель платит за весь путь, за все простои, за не очень разумную логистику, за долгое время, за то, что груз где-то должен отстояться, отлежаться, пока его переместят на следующий вид транспорта, например, в портах. То есть, с помощью подобного транспорта мы сможем перевозить любые виды контейнеров, любые виды грузов, морские, обычные, 20-40-футовые, в любое место. И мы автоматизированно принимаем самый крупный бизнес, делая его безопасным и очень быстрым. И будем же получать прибыль со всех грузоперевозок. Понимаете, дамы и господа, за 21 век есть возможность построить около 20 миллионов километров дорог подобного склада, струнного транспорта на втором уровне. И изменить жизнь на нашей планете для всех, абсолютно для всех. Потому что даже тот, кто не ездит на этом транспорте, он все равно получает какие-то товары, они до него доезжают. Этот транспорт находится вблизи его. То есть, это влияние, оно все равно происходит. Перед вами, например, еще одно решение Анатолия Эдуардовича. Это порт на шельфе моря. То есть, не делать порт там, где он очень дорогостоящий и трудоемок, там, где сам берег, уже, так скажем, выкапывать необходимо огромные части, и именно там, где вода находится, это очень дорого. Гораздо дороже, где земляные работы, которые по факту считаются одними из самых дорогих. Но здесь Анатолий Эдуардович по своим технологиям может построить порт на шельфе моря, слегка отходя от берега. Там, где не нужно выкапывать дно для того, чтобы мог пройти какой-то транспорт. То есть, любой вид корабля может подойти к подобной верфи, к подобному порту, взять груз, переставить его на наш юниконд, вот таким, например, образом. И сразу же юниконд имеет, так скажем, задачу, прописанную в компьютере, куда он должен доставить этот груз. И все. Нет никакого застоя, нет никакого времени потраченного. Груз, как только попал на транспорт, он закреплен, он улетает и едет в ту страну, в тот город, на тот распределительный пункт, куда ему необходимо. То есть, логистика подобного перемещения, это вау, это вышка, потому что у нас все будет делать автоматизировано. Мы снимем с огромного количества человек, с миллионов, наверное, даже сотни миллионов людей необходимость заниматься опасной и рутинной деятельностью, сидеть за рулем, просто сидеть за рулем. В каких-то моментах, конечно, останутся эти, так скажем, профессии, потому что это же будет постепенно, не сразу все, весь мир поменяет одни дороги на другие. Сначала этот транспорт и эта технология придет на помощь, и только потом она завоюет сердца и умы людей. Как когда-то мы сменили пейджер на мобильный телефон, а потом на смартфон. Сейчас к пейджеру не так хочется вернуться, потому что в нашей маленькой плиточке есть абсолютно все, что нам необходимо. И компас, и фотография, и термометр, и звонки, и телефон, и, короче, абсолютно все, что нам необходимо, и только дополняется. Вот, поэтому наше будущее в таком мире очень светлое. Действительно можно построить рай на земле, использовать каждый клочочек земли для того, чтобы разумно, так скажем, и ему процветание давать, и получать от него пользу. То есть все это возможно в содружестве. Ну и, конечно же, дамы и господа, транспорт – это лишь первый, самый маленький, самый понятный проект, который мы уже успешно завершаем. И есть одно «но». Транспорт – это лишь маленькая частичка общей инфраструктуры. То есть строение городов, строение городов, строение эко-домов, объединение их в общие кластеры. То есть с помощью данного транспорта, где он будет построен, просто будет гораздо проще и жить уже, и доставлять любого рода материалы. Плюс это три инфраструктуры, потому что внутри есть и электричество, и информация, и транспорт. То есть в Берельсовой ферме, например, сразу три инфраструктуры мы направляем в то место, куда раньше, по факту, например, трудно было добраться. А сейчас мы туда можем с помощью подобного транспорта построить эффективную трассу и ни о чем не волноваться. Дальше – эко-дома и поселение кластерного типа. То есть все сделано для того, чтобы для нас работали наши технологии, наши искусственные интеллекты и наши роботы. А мы, как люди, имели максимум свободного времени для того, чтобы созидать и творить, как творцы, делать этот мир лучше, улучшать его, становиться такими же, возможно, инженерами, робототехниками, конструкторами, чтобы сделать, автоматизировать все, то, что может не делать человек. Тогда человек действительно будет свободен. Дела будут сделаны с помощью технологий, которые они же и создали, полезных технологий. А человек и его время свободно для того, чтобы наслаждаться друг другом, нашей прекрасной планетой, ну и, конечно же, жизни души. С помощью подобных технологий, которые очень просты, как говорит Анатолий Эдуардович, стоит только немножко изучить. Как Анатолий однажды сказал, он говорит, ребята, здесь 5-7 класс советской школы физики. Стоит просто почитать эти учебники, и это вообще все понятно будет. Говорит, потому что все просто. Смотрите, пучки струн. Вот струна, она просто, точнее, не натянута, ну струна. А струну натянешь, и вот смотри, у тебя уже гитара, уже какая-то польза. А здесь можно сказать принцип. Те же струны и при натяжении имеет самый большой эффект. То есть, смотрите, если у нас есть металл, мы можем его сжать, можем скрутить, можем согнуть, а можем растянуть. Ну, то есть, главных таких 4 физических направления. И именно при растяжении это лучшие характеристики для транспорта. Потому что, растягивая пучки и струн, мы получаем ровную, прямую, крепкую, безопасную дорогу. А если такие пучки сделаны вместе, помещены в корпус рельса, в специальный бетон-наполнитель, антикоррозийный, шумопогащающий и фиксирующий струны, и сверху стальная головка рельса, по которым идет стальное колесо, с коэффициентом, с эффективностью в 99%. То есть, Анатолий Эдуардович сделал максимально простые и полезные решения для перемещения грузов в пассажиров. И вот, как вы видите, то есть, вы видели много видов транспорта, которые мы сделали буквально вот за несколько лет и за полмиллиарда долларов. При том, что один пикап могут развивать от старта до выхода на рынок от пяти до десяти лет, от миллиарда до двух, одно транспортное средство. А мы с вами быстрее за полмиллиарда сделали 12 видов транспортных средств, некоторые в нескольких экземплярах, еще несколько в виртуальной среде, плюс сами дороги, а не как для пикапа, все уже существует, разные виды трасс, очень гибкое положение. И плюс все производство к этому, чтобы это делать. То есть, это невероятная скорость развития, дамы и господа. И, понятное дело, благодарны за это Анатолию Эдуардовичу Единицкому, потому что именно он всю жизнь улучшал. Вопреки или с помощью всей критики улучшал свои технологии, доводил их до идеала. И сейчас, с помощью народа, с помощью полумиллиона человек со всего мира, единомышленников, успешно реализуют данную технологию. Это будущее нашего транспорта. Это сможет позволить себе и самая крупная страна, и мультимиллионник, и самая маленькая страна, или, так скажем, страны, у которых экономическое положение совсем слабое. Все традиционные виды транспорта будут стоить дороже, строиться дольше, и менее будут эффективны, при том, что опасности больше. Вот такие у нас реалии. Поэтому настолько заинтересованы и так много людей поменять эту часть. Поначалу города начнут или страны заказывать к себе. То есть, например, там, страна говорит, так, мне, нам в три города нужно 9 трасс и там 500 единиц транспорта. Такого, такого, такого и такого. И все, делается заказ, и получается, в этом городе, в этом стране уже работает этот транспорт, показывает, дает всю пользу. Но потом, когда мы свяжем уже города и страны вместе, мы сможем покупать, приобретать собственные транспортные средства. Собственные транспортные средства обустраивайте, как хотим. Как когда-то кто-то смеялся, что можно будет купить себе юнибус, поставить туда джакузи, и, когда ты перемещаешься, читать любимую книгу в джакузи. Потом перед станцией выходить, переодеваться и выходить в нужное место, свой транспорт отправлять на парковку. То есть, было бы интересно, очень не помню, к сожалению, чья это была идея, но человек явно умеет отдыхать, потому что перемещение, тратить время для того, чтобы серьезно отдохнуть и расслабиться, это здорово. Но у нас действительно есть эта возможность, потому что, как только вы попадаете в этот транспорт, вам ничего не нужно делать. Вы в полной безопасности, в 2000 раз безопаснее, чем если бы вы были на автотранспорте. И получается, транспорт едет сам до точки, куда вам необходимо. Следовательно, вы свободны. Хотите, работайте, хотите, общайтесь с друзьями, хотите, учитесь, хотите, можете прикорнуть поспать, либо наслаждаться той красотой нашей прекрасной планеты, которая вблизи этого транспорта не чувствует никакого вреда, а только развивается, развивается и процветает. Это та возможность, которую мы даем людям, которую Анатолий Эдуардович изначально подарил всему миру. И причем делает он это уже несколько десятилетий. Но, понятное дело, в эру нефти все не так просто. А сейчас такой транспорт можно будет сделать питание от контактной сети, и, конечно же, заинтересованный, и поскольку у Юницкого есть собственные технологии электричества, вот, то есть обеспечивать его будем по экологическим возможностям. Ну и, конечно, это и солнечная энергия будет, и геотермальная, и ветряная энергия. Но больше всего, конечно, интересует главное именно Юницкого разработка, как получать электроэнергию с помощью бурых углей и сланцев нашей планеты, которые хватит более чем на 5000 лет, больше чем на 10 миллиардов человек. То есть у нашего ученого, генерального конструктора, главного, так скажем, инженера всей этой технологии и всех технологий эко-мира, мы действительно можем сделать рай на земле. И он предлагает не просто на десятилетия вперед технологии, которые нам очень серьезно будут помогать. Нет, он предлагает на сотни лет вперед, если не на тысячи. То есть это стоит только изучить, и тогда вы поймете, что я абсолютно серьезно, и об этом написаны книги, статьи, разработки, гранты, то есть огромная работа. Я прочел, ну, наверное, не большинство его книг, я думаю, что это точно не большинство, но я полностью поражен тем, как одна личность за свою жизнь может изучить так много в науке и в нашей природе, так хорошо понять, как она работает, и создать подобный экологически чистый, безопасный и эффективный транспорт. С помощью подобных решений наши города станут действительно приятными для проживания. То есть в таком городе можно будет приятно существовать, быть в безопасности, дышать чистым воздухом и иметь чистое питание, даже при том, что это город. А не так, как сейчас, бетонные джунгли, дышать нечем, питание дорогое, разделено как-то. То есть урбанизация слишком большое влияние внесла. Но именно скорость, повышение скорости и мобильности, повышение этих двух качеств, которые дают нам струнный транспорт второго уровня, дает нам возможность не съезжаться в город, не заниматься урбанизацией, не приезжать, занимать еще какое-то место, тем самым повышая цену на каждый квадратный метр, значит, на всю аренду, на каждый продукт, на каждую услугу, лишь бы для того, чтобы быстро, с учетом традиционных видов транспорт, добираться в разные сферы. Ведь главная задача, мы просто хотим быть всеобъятны, мы хотим много успеть за одну единицу времени. И с помощью транспорта в 500-600 км в час мы сможем жить за городом и перемещаться достаточно быстро в любой город, который нам надо. А внутри города со скоростью до 150 км в час мы сможем быстро менять свои локации и действительно делать более эффективным свой день, при том, что мы в полной экологии и в полной безопасности. Дамы и господа, это возможность для каждого, потому что каждый сейчас участвует в создании этих крошек, этих наших помощников, потому что это электромобили, можно сказать, и роботы, и полуандроиды, искусственные интеллекты с заложенными алгоритмами, как они должны вести себя. И все они объединены вместе, каждое транспортное средство, каждая станция, каждая промежуточная и анкерная опора, для того, чтобы принимать сообща общие действия. Вдруг где-то что-то, какая-то, не знаю, поломка, теракт, еще что-то, каким-то человек, какой-то возможности, парашютист на анкерную опору приземлился, или на промежуточную. Все транспортные средства имеют машинное зрение, могут оценивать. Плюс, конечно же, человек следит на разных участках, хотя нужен на несколько сотен километров, и на несколько сотен или даже тысяч транспортных средств всего два человека. Один, который следит, а второй просто про запас. То есть, это суперавтономная технология, которая действительно нам поможет. И представляете, весь этот, все эти пчелки, трудяги, как единый рой, делают все перемещения грузов и пассажиров в нашем мире. Просто сняв эту заботу с человека, и сняв весь человеческий фактор в ошибках и в опасности этого. Ну, разве это не прекрасное будущее? Я думаю, да. Как вы думаете, вы хотите подобное будущее в своих городах, для своих детей? Напишите, пожалуйста, в Ютубе и в Мирополисе, в чат, желаете ли вы, чтобы это как можно скорее было. Вот. И, конечно же, дамы и господа, этот транспорт позволит сохранить жизни и здоровье миллионов, десятков миллионов людей. Каждый год. Каждый год. Именно таким способом второй уровень полностью освободит первый от опасности. Потому что, конечно, будет меньше, когда загруз, то есть, когда один транспорт придет на помощь другому, уже станет намного спокойнее. Например, как Москва. Множество машин, множество дорог, множество людей, но и пробки, огромные пробки, огромная трата энергии, огромная трата ресурсов, времени своего, здоровья. Но, получается, если мы из вот этой огромной дороги, там, 8 полос, маленький землеотвод берем и делаем нашу трассу, где транспорт с потрясающей пассажироспособностью и высокой скоростью перемещает очень безопасно людей, получается, что не нужны ни троллейбусы, ни метро в таком количестве. Получается, что города начнут разгружаться. На улицах на первом уровне станет гораздо свободнее, спокойнее, повысится скорость перемещения. И поскольку будет более свободно и менее стрессово, значит, и аварийность уменьшится. То есть, весь этот процесс, он запустится. Но все начинается с Анатолия Эдуардовича Юницкого, unitsky.engineer, и его транспорта. Вы, кстати, можете зайти уже в наш, можно сказать, салон продаж unitsky.com и увидеть, как сейчас выглядит транспорт, как его предлагают. То есть, уже сейчас есть отдел адресных проектов, есть все отделы, которые принимают заказы. То есть, уже сейчас идет этот процесс, даже при том, что мы еще не завершили 15-й этап, а только подходим потихонечку к нему. Это самый безопасный и быстрый транспорт. И по сравнению со всеми предыдущими, то есть, традиционными видами транспорта, наш выигрывает по всем характеристикам. Стоит только поинтересоваться, дамы и господа. То есть, представляете, люди будут заведовать самым дорогостоящим бизнесом, но для самих людей, поскольку все объединены и все этим пользуются, это не заведется в коммерцию, в такую, которую могли бы сделать, если бы согласились на одно из предложений отдать 51%. Якобы для Юнистского было не одно такое предложение. Давайте, вы нам 51% своей технологии, а мы вам все финансирование, и вы работаете. Но куда превратят, во что превратят эту технологию? То есть, представляете, если бы создали транспорт, вот, например, там, авиатранспорт, он дорогостоящий, а создали бы транспорт, который более эффективный, более безопасный и так далее, и так далее, и так далее. Конечно, мы сделали поездки на нем более, ну, дороже, раз он весь такой прекрасный. Но на самом-то деле, все транспортные отрасли гораздо дороже в эксплуатации и строительстве, чем наш транспорт. И получается, только люди могут оставить это направление для себя, для людей, на нужном уровне, чтобы все могли пользоваться подобной технологией. То есть, это для всего мира. И, конечно же, именно сами пользователи в данный момент, можно сказать, и являются владельцами данных технологий. Сейчас компания SkyWorld Community предлагает абсолютно всем людям узнать о возможностях, которые дает нам Анатолий Эдуардович Унинский. Потому что это лишь первый проект. Это лишь первый проект, который мы успешно завершаем. А далее после него будут новые. И новые, и новые. Мы сможем участвовать в адресных проектах. Мы сможем участвовать в построении электростанций, экогородов, линейных городов и так далее, и так далее. То есть, с помощью SkyWorld Community образовывается сообщество тех, кто чувствует, понимает и уже проверил, что мы влияем на нашу планету. Мы влияем на наши технологии. Мы влияем на то, что строится и то, что развивается. На то, как мы будем жить и как будут жить наши дети буквально спустя 20-30 лет. Потому что сейчас, если мы продолжим двигаться таким же образом, и все 8 миллиардов человек будут использовать неразумные технологии, которые разрушают нашу биосферу, через 2-3 поколения просто наступит точка невозврата. Точка невозврата, когда ничего нельзя будет уже изменить в лучшую сторону с нашей природой. Мы ее слишком сильно расшатаем, и она просто в какой-то момент, возможно, нас сотрет с этой планеты каким-нибудь цунами или еще чем-то. Но мы можем и избежать этого с помощью разума, с помощью того, что нам предлагают, с помощью того, что для нас объясняют. самые инновационные, самые экологические технологии, которые а. дадут нам больше возможностей и характеристики технологий наших, которые мы используем, чем сейчас, и б. снимут вредоносное влияние с нашего мира. То есть технологии, которые не вредят. Именно такие должны быть технологии. Да по факту такие должны быть и люди. Не вредить друг другу, а помогать, поддерживать друг друга. Ведь даже пантера, либо волк, сейчас мы видим это много где в интернете, люди заводят себе диких животных, но от того, что они их полностью любят, даже, можно сказать, инстинктивно существа меняются и начинают жить в содружестве, помогать друг другу. И это животные, не совсем разумные, но, которые чувствуют. Но что говорить о нас? Мы творцы. И эти же технологии позволят нам становиться творцами еще больше. Поэтому, дамы и господа, я задаю вам вопрос. Хотите ли вы такой мир в своих городах? Хотите ли вы, чтобы первый уровень, то есть весь ваш город, где находитесь вы, ваши дети, ваши друзья, близкие, чтобы он был в безопасности, чтобы выходили и чувствовали себя полностью свободно, чтобы можно было дышать в наших городах абсолютно чистым воздухом. Та часть дороги, которая сейчас закатана под асфальт, ее можно будет восстановить и с помощью гумуса, плодородной почвы, которую производит Анатолий Эдуардович сделать ее суперплодородной. И, так скажем, наши города начнут дышать и пышать энергией и жизнью. Как когда-то, проходя в Испании, я смотрел в городе и видел, как много оранжевых мандаринов и думал, боже, какая красота на этом зеленом фоне этих листиков, цитрусовых деревьев, так много мандаринов и можно внутри города ходить и бесплатно кушать. Конечно, задумавшись, я сразу, чуть более подумав, я понял, так, какие-то они пыльные, а они, наверное, пыльные, это аж от дороги, от всего того, что здесь происходит. Так это еще рядом здесь стоит завод, дымит, и рядом автострада. И там вот железная дорога есть. Это же все, весь этот дым, испарение, они же распространяются, и это дерево, и этот мандарин все втягивает в себя. Получается, питание растет в городе, и это здорово, но есть его нельзя, потому что это вредно для здоровья. Как это вообще может быть? А это место, город, для жизни человека. То есть, он там живет, но, то есть, он там живет, он там растет. Растения, плодовые деревья, тоже там живут, и тоже там растут, но, из-за окружающей среды, вырастают плохими, что их нельзя употребить, больными, можно сказать. Представляете, мы такие же живые люди, мы такие же живые существа, и на нас это не менее влияет. Поэтому, в будущем, освободится огромная часть нашего города, для того, чтобы заселить ее фонтанами, сделать маленькие какие-то речушки, сделать парки, сделать места с плодовыми кустарниками, с плодовыми деревьями, малыми и большими, засадить наши города таким образом, чтобы понятие голод вообще не существовало. Ну, как бы в кластерном типе есть полное распределение о том, как мы можем теплиться, либо это оранжерея у нас на крыше, как мы можем производить разные продукты, и у нас там в подвале, и рядом на земле. Но вопрос в том, что даже в наших городах могут, может расти пища, прям вокруг нас, это изобилие, и она может быть такая, что ее можно употребить. А следовательно, раз здесь растет и хороший плод, значит, здесь будет хорошо расти и развиваться и человек, потому что он такая же часть биосферы живой. И эти технологии помогут нам прийти именно в такой мир. Поэтому, дамы и господа, если у вас остались какие-то вопросы, конечно же, пишите их на YouTube, пишите их в Mirapolis. Я оставлю по окончанию свою корпоративную почту, куда вы можете отправить свои запросы, и помогу вам понять, как с помощью компании Sky World Community те основные побуждающие факторы, которые мы видели в начале, как вы можете их улучшить, как вы можете с помощью данной компании, которая сейчас, в такое непростое время, дает возможность абсолютно любому человеку, абсолютно в любой стране, на любом континенте, на абсолютно любом языке, в любое время, с любым другим человеком, то есть полная свобода, заниматься созидательной деятельностью, создавать и помогать созданию инновационно-экологических технологий. При этом, получается, это передача знаний, преподавания, при этом вознаграждение без ограничений за такой труд. И еще раз, дамы и господа, я напомню, есть много мнений. Таких проектов по такой системе приблизительно тысячи, конкретно таких, как этот, больше нету. Он лучший и самый актуальнейший. Чем больше вы будете узнавать о нем, тем больше вы поймете, что это действительно истина. Потому что вместе люди объединились и создали новый тип транспорта. Вообще представить невозможно 10 лет назад, например, меня, что я когда-то буду заниматься транспортом, потому что тогда не было даже понимания, что люди могут влиять на эти процессы. А сейчас люди действительно могут влиять на эти процессы с помощью интернета и народного финансирования. Мы объединяемся вместе для того, чтобы строить такое будущее и пользоваться им. И, дамы и господа, ты действительно чувствуешь себя как в будущем, когда ты проезжаешь, например, на провисающей трассе, одной из самых дальних, сквозь верхушки берез, и понимаешь, что вокруг тебя потрясающие агротехнологии, все цветет, тут и питание, огромное количество счастливых людей, идет и стройка, и развитие транспорта, но при этом никакого вреда и полной экологии вокруг. То есть, получается, можно ведь так сделать, а раз можно, почему бы не сделать? Конечно, в период нефтехимии множество палок в колеса вставляются, и этот транспорт абсолютно как кость в горле. Эти технологии, которые все для народа, то есть, с народа нельзя будет воровать за перемещение, сделать собственное электричество, будет гораздо разумнее, экологичнее и дешевле электричество, собственное, будут собственные продукты по, например, эко-дому, как он делает, или эко-поселение, как Анатолий Юнистский предлагает. То есть, мы просто на новые уровни жизни выходим, и Юнистский заинтересован в этом, как и каждое отдельное существо на нашей планете, жить в благополучии и изобилии. И у каждого человека, дамы и господа, по моему мнению, должна быть возможность хотя бы один раз в жизни услышать и увидеть либо эту встречу, либо хотя бы одно видео, например, с ГИТЭКС Анатолия Эдуардовича, «Формула будущего», как струнный транспорт изменит мир. Хотя бы один раз увидеть, что происходит на этой планете, и уже тогда, с собственной совестью, на «ты» выбрать все аргументы, которые нас привлекут, и сделать свой выбор. пройти мимо, либо как-то поучаствовать своим временем, своим вниманием, своим ресурсом, чем угодно, для того, чтобы сделать этот мир действительно лучше. Еще целый 15-й этап есть у людей, так скажем, как минимум 15-й этап есть у людей для того, чтобы изучить и стать частью этой эволюции. Потому что Анатолий Эдуардович нас объединяет. Это сейчас нас больше полумиллиона, скоро у нас станет миллион, два, десять. И все эти люди будут уже иметь ответственность за всю планету, любить всю жизнь и знать, что происходит в разных регионах, знать, как работает инвестирование, и как развиваются разного рода проекты, знать, как развиваются технологии, и что такое экологические технологии, автоматизированные, развивающиеся, и иметь огромные и дивиденды от совладения струнным транспортом, который будет расширяться невероятными масштабами и скоростями, ну и, конечно же, огромная капитализация. То есть все эти люди будут и обеспечены, и образованы для того, чтобы продолжать вершить потрясающие технологии в этом мире. И мы станем воистину космической цивилизацией, даже если просто выполним технологии, которые предлагает Анатолий Эдуардович Низкий. В ближайшую сотню лет. Мы станем абсолютно другой цивилизацией, с огромными возможностями и безграничными пространствами. Это мой выбор. Это выбор еще сотен тысяч человек. И я предлагаю вам сделать, дамы и господа, свой выбор. Развивайтесь, пожалуйста, интересуясь. Изучите чуть больше информации. Обратитесь к человеку, который вас пригласил на эту встречу. Либо обратитесь ко мне, я еще раз оставлю свою корпоративную почту и в Ютубе, и здесь по окончанию этой встречи, чтобы мы могли с вами связаться, ответить на ваши вопросы, помочь вам найти нужную информацию и, может быть, добавить каких-то аргументов, либо разъяснить их. Главное, не оставьте это просто так. Либо изучите вопрос сами, либо передайте его хотя бы кому-то одному-другому. Потому что, как говорил один человек, если каждый человек поможет одному, другому человеку решить его главную проблему, за один год мы просто станем счастливой планетой. Потому что вместе не в два раза быстрее и лучше, а в семь раз быстрее и лучше решаются разные проблемы. Поэтому, дамы и господа, с вами был Артем Курбанов, который всю жизнь старался делать этот мир лучше. И сейчас я понимаю, что это время сюда направлено не зря. Мы достигли огромных результатов с помощью каждого из нас. И нет предела совершенства. У нас может становиться все больше и больше. И в ближайшем будущем мы сможем подобные проекты не за пять лет закрывать, а за день или за неделю. Например, построить где-то электростанцию, либо какую-то ветку профинансировать, а потом уже быстрая строительство. То есть эти люди, которые сейчас объединились, которых скоро будет миллион человек, это будет одна из самых движущих и разумных, эффективных, благостных сил, которые с любовью заботятся о всем живом на нашей планете. Это позволяет делать нам Sky World Community, сообщество нового поколения, которое объединяет людей для создания лучшего мира. Можно сказать, рай на земле. Но это только начало. Дамы и господа, спасибо большое за ваше внимание, за то, что вы уделили свое время именно сюда. Ведь всюду, куда направлено ваше внимание, именно то и растет. И сегодня мы с вами и наша технология, наши желания и наши намерения выросли, укрепились в том, чтобы этот мир сделать лучше. Потому что мы знаем и точно теперь уверены, это возможно. Большое спасибо. С вами была компания Sky World Community. И до новых встреч. Будьте любимы, будьте добры, дышите глубже. Желаю вам улыбок, океана улыбок, как от других людей, так и своих собственных. До новых встреч. Субтитры создавал DimaTorzok